Мы рады вас приветствовать. Сегодня 53-я встреча нашего историко-философского клуба. Сегодня она посвящена юбилею 210-летнему со дня кончины такого удивительного и очень важного русского полководца Михаила Цемерлевича Кутузова. Сегодня о нем расскажет наш дорогой гость, который уже неоднократно выступал в нашем клубе, Александр Розидович Музафаров, историк, руководитель исторических просветительских проектов Фонда исторической перспективы. Передаю вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, сегодня мы с вами поговорим о такой исторической фигуре, как святейший князь Смоленский Михаил Лаврионович Калинищев-Кутузов. Вот так звучит его полное имя. Ну вот святейший князь Смоленскому стал в 1812 году, но полное имя был действительно Стелл Болеонович Калинищев-Кутузов. И обычно Кутузова мы знаем исключительно по кампании 12-го года. Ну, те, кто читал роман Толстого «Война и мир», имеют некоторое представление о Кутузове, как о командующем в 1805 году войне против Наполеона. Надо отметить, что наполеоновские войны были вершиной карьеры Михаила Лаврионовича, которая началась в середине 18-го столетия и которая продолжалась практически без перерыва. 2 года он был не убил, 1802-1804 годы, все остальное время он стоял на действительно военной службе, выполнял дипломатические, управленческие функции иногда, но в основном служил в вооруженных силах Российской империи. И поэтому я попробую сегодня рассказать о его жизни и о его, так сказать, некоторых интересных особенностях. Итак, Михаил Лаврионович происходил из старинного рода голенищего Кутузова. Своё родословие этот род вёл от некого мужа Чесногаврины, который из прусской земли выехал к Александру Невскому где-то в 1250-е годы, значит, 13-го века, 50-го, 13-го века. Иногда, особенно в советской теории, любили отождествлять этого мужа Чесногаврилу, со знаменитым Гаврилой Алексичем, героем Невской битвы, тоже боярином Александра Невского, и таким образом показывали, что Кутузов, он как бы из рода старом московского такого родового боярства, которое вот помогало московским государям строить великую державу. Но современные исследования гениологов показывают, что это несколько не так. Муж Чесногаврилу действительно появляется в Московской земле в 13-м веке, но он был не Гаврил Олег, сейчас был другой человек. Он был из Пруссии тогда сначала двоярко. Надо помнить, что в 13-м веке Пруссию как раз колонизировал Тевтонский орден, и так колонизируют, что Пруссы там исчезли, вернее превратились в немцев под бдительным родственским надзором. Не все именно с этим были согласны, потому что оттуда убежали люди, но вроде у нас целая Прусская улица появилась, вот таких эмигрантов. Видимо, вот этот муж Чесногаврилы, не желая подчиняться немецким родителям, переехал в Псковские земли. Сам Михаил Леонович гордо про себя говорил «я простой псковский дворянин», считая это своим вот высшим каким-то отличием. Ну, надо отметить, что собственно дословие ведется от некого Андрея Прокши, прозвище Прокши очень интересное, оно преобнажающее меч, как вот древнерусское выражение. Один из сыновей которого носил прозвище Кутуз, что начало подушка. Мы знаем, Михаил Леонович отличался некоторой сомнимостью, это отмечали современники, удивляясь, как в этом человеке может сочетаться такое спокойствие, приводящая сомнимость и решительность в делах. Так что, видимо, прозвище было обратно. Ну, один из сыновей этого Кутуза носил прозвище Клинище, и вот именно от него пошла линия Клинищева Кутуза. Род был достаточно многочисленный, жили они в основном в Псковске, владели частью планений вот и вот Псковской милей, частично Тверской, но вот Михаил Леонович был из Псковска. Надо отмечить, что он был достаточно богатым, то есть в начале своей карьеры Михаил Леонович владел примерно четырьмя сотнями крепостных душ, то есть входило в десяти процентов наиболее богатых помещиков России. Да, значит, большинство русских помещиков владело от силы десятным другим крепостным, кого-то Кутузов были побогаче. Отца нашего героя нашел только вот такой вот условный бардарет. Звали Элурион Матвеевич, заменищий Кутузов. И он был весьма примечательным человеком. Дело в том, что, как и все русские дворяне, его смыслом жизни было служение Отечественной. Напомню, что после Петра Великого дворян вообще и альтернативы не было. То есть дворяне был обязан служить пожизненно с момента своего рождения и до самой смерти. В этом плане даже редко уходу с крестьян приходилось несколько легче. У них все-таки был 25-летний срок военной службы, то есть которые могли бы его полить в отставку, если доживал, но дворянина нет. Так вот, Элурион Матвеевич избрал несколько необычный для себя путь. Какой был обычный путь? Обычный путь был следующий. Когда рождался дворянца семья мальчика, в семь лет его представляли государственную геройзию. Была такая дворянская контора в каждом губернии, где его заносили в список и определяли в службу. После чего его отпускали на пять лет в отпуск домой для обучения наукам. Напомню, Петр Великий обязывал русских загандов грамотными, вернее образованными. Да, и тем, кто не образован, он запретил жениться, чтобы турбаков в России не владеть. Но, так сказать, поскольку государь писал быстро, он не написал, что это значит образованное. Ну, поэтому Станисович считается, писать умеет, но вроде совсем не очень, что не назовешь, значит. Требеди устало соблюдать. Вот. В двенадцать лет отрог являлся и сдавал экзамен, потому что им наукном условии выучился, и вторично впускался в отпуск до шестнадцатого лет, до усовершенствования наук. А в шестнадцатый лет он выходил на службу. То есть, как правило, в дворянский медресель в шестнадцать лет, освоивший разы грамоты, игрался в полк, получал звание юнкера, и, если он за год вызупривал военный устав и, так сказать, строевую часть, то есть умел командовать взводом, то через год он имел право претендовать на производство в офицерский чин, в случае наличия вакансии. И это был именно стандартный путь русского дворянина. Но были исключения. И вот Илларион Матвеевич был как раз таким исключением, потому что в четырнадцать лет он поступает в Санкт-Петербургскую императорскую инженерную кадетскую школу, которая тогда называлась. При Петре Великом в России появляется несколько военно-учебных заведений, которые готовят военных специалистов. Инженеров, артиллеристов, моряков, геодезистов. То есть тем, кому нужно нечто большее, чем просто знание грамоты, ну и, соответственно, знание строевой службы. Учили серьезно. Учебники были в основном на иностранных языках. Своих еще не было, поэтому с самого начала кадет натаскивали на языковую подготовку. Французский, немецкий, латынь. После чего приступали к изучению математики, геометрии, тригонометрии, геотезии, физики, химии, механики. Почему? Потому что школа, ее периодически то сливали, то разделяли с артиллеристами. И, соответственно, им необходимо было это знание. Окончившие школу по высшему разряду получали чин кондуктора и могли через год сдавать экзамен на офицерский чин. Инженер-прапорщиками. Те, кто обманчивал хуже, производились менюры, отправлялись рядовыми в инженерные войска. Каким образом, Луриев Матвеевич был на части вашего комплекса, он был военным инженером. Служил он достаточно успешно. Он строил очень много сооружений в Петербурге. Прокладывал Канаду. Одним из знаменитых каналов, Тельменинский канал, Гаминюзер. Он прокладывал тот канал, при его постройке вовсе Екатерининский. А сейчас потихоньку он называется Грибоедовский. Строил доки в Кронштадте. Строил Крекст в Прибаловске. И, в общем, в момент, когда он его родил сын, он был уже инженер-полковник. Женился он на Анне Гларионе Бердинской. Бердинской, простите. Причем, что интересно, Бердинской был тоже псковский род и род, который к Кутузову был близок. Генеологи запутывались, вычисляя маленьких руководств, потому что точно такое же имя и отчество имела его бабушка. Да, видимо, были дружные такие семьи, что у них испокон веку заключали подобные браки. Но для полного счастья учили сестру Михаила Бердиновича Валяну. То есть была еще одна августарина по третьему поколению. И так считается, что наш герой родился 5 сентября 1745 года. Ну, Петербург и Псков до сих пор спорят, где именно родился. Каждый считает, что у нас. Поскольку, значит, считает, что Ивалион Матвеевич был занят в делах, где его там был устраивать теперь именно супруг в столице. И говорят, нет, конечно, он привез нас сюда, здесь лучшие врачи и так далее. Почему даты считаются несколько условными? Дело в том, что, как я уже говорил, вот с этой дворянской системой образования предъявления к государственной службе дворяне с своим возрастом, с своих опытностей немножко иногда углевали. Иногда возраст занижали, чтобы ребеночек подольше дома побудел. Иногда, напротив, завышали. Вот в случае Михаила Леонидовича мы, похоже, имеем дело с оборотным случаем. Надо отметить, что, в отличие от многих дворян, которых своих детей не учили и считали, что учение это опасно, вообще, я читаю литературу 18 лет, вы уже видите замечательные вещи, что вот читать плохо, от книги портятся глаза, книги портят осанку, книги портят здоровье, вызывают головные боли, более того, отвлекают мысли от практического дела. Да, чтобы посчитать все, что сейчас пишет о гаджетах, вот 18 лет, их персонал писали армию. Абсолютно, можно сказать. Так вот, в семье Бутузов, конечно, такого разговора не было, и, видимо, Леонид Матвеевич начинает обучать своего сына с юноши. Потому что, когда 10-летний Бутузов предстает перед экзаменационной комиссией артиллерийской школы, он сходу сдает экзамен на Кабралов артиллерийской школы. Потом он продолжает обучение под контролем отца, значит, и уже после 14 лет, формально 14, я скажу, что ему было все-таки поменьше, лет 12, зачиняется в Санкт-Петербургскую инженерно-кадецкий корпус, созданный графом Шуваловым, примерно одевает вот такой военный мундир. Оканчивает он корпус в 1761 году. По первому разряду, получается, он первый офицер свечин, инженер-праворщик. То есть Михаил Леонидович тоже отчасти ваш коллега, военный инженер. Получился он очень хорошо, поражался познаниями. Напомню, что в 1861 году Россия все еще участвует в 7-летней войне, и вполне возможно, что Михаил Леонидович рвался на фронт, но отец его туда не пустил. Ну и опять-таки, если ему было 16 лет, это как-то нелогично, а вот если 13, то вполне понятно будет конца, потому что здесь еще мальчишки как-то покатили. И первым назначением Михаил Леонидович становится службой в инженерной конторе в Санкт-Петербурге, и более того, он продолжает заниматься в своем корпусе, но уже как наставник, получаем в наших коллегах. В эти годы немалую роль в его жизни сыграл его родственник Иван Леонидович, Игорь Леонидович Кутузов, адмирал русского флота, который в этот момент как раз становится директором морского капецкого корпуса, то есть высшего учебного заведения, которое готовит моряков для русского флота. Он будет возглавлять корпус на протяжении 30 лет, и подготовит более двух тысяч морских офицеров. И, так сказать, причем он сумеет поставить его образование в корпусе на очень высокий уровень, и офицеры потом с гордостью будут говорить о том, что мы учились у Кутузова. И вот юный Микландор Леонид часто бывает у него в гостях, пользуется в библиотеке, возможно посещает задания, занятия в корпусе, то есть всячески совершенствует свое образование. И этим Кутуков, конечно, значительно отличался от большей части от нашнего русского офицерского корпуса. То есть Кутуков был очень хорошо образованным человеком. Как такого образованного человека его назначают адъютантом к Петру Абусу Фридеру Галштейн-Экскому. Кто это такой? Это родственник вступившего в престол в 1661 году государя императора Петра Федоровича. Опытный немецкий генерал, приехавший в Россию, впоследствии в Россию после переворота Екатерина уедет, вернет удолжение, но о нем говорили как об одном из лучших военных иоретиков Европы. И он оценил Михаила Леоновича, но достаточно оценил, что Михаил Леонович за 3 года прошел путь отправленщика до инженер-капитана. Да, такие вещи, как протекция, тогда вполне все существовали и местами даже поощрялись. Здесь, кстати, надо делать еще одно много вопросов. Был Леонович в Кутуду, был человек своего времени. И когда мы берем в Кутуду и Кутуду колодца, администраторы, дипломатия, надо еще и помнить о такой поставке Кутуду, хардпу, аистократии Целинговцев. Он служил в приезде четырех государям и со всеми находил общий язык, и более того, всем был известен. И вот первым языком был как раз Петр Федорович, который вот отмечал. Но в 62 году, значит, рамок третьего свергает его собственная супруга Екатина II, и у Кутудзов оказывается как бы в положении не то, что опалы, но он был на проигравшей стороне. Вот происходит вот такой переворот в Петербурге. И Михаил Леонович отправляется служить на войска. И первой его военной кампанией становится война с Барским конфидиратом. Напомню, в 1764 году при поддержке России на пульсе престола сбирается коровец Занислав Августов-Панятовский. В 68 году против него поднимается мятеж Шляхты. Причем вот такой очень интересный момент. Институтция Речи Посполитой давала Шляхту правую мятеж. Вот, можно будет импультовать. То есть подавлять мятеж силы можно, а казнить за участие в мятеже Денера. Вот, подавляли мятеж в основном русские и частично прусские на войска. Здесь лечились многие русские офицеры, уже проведшие на Европу в 8-летней войне. И вот здесь Михаил Леонович несколько ломает свою судьбу. Он переходит инженерных войск в строй. Принимает командование небольшим кавалерийским отрядом. И участвует в боях с Барским конфедиратом. Это была маневренная война. Небольшие русские отряды разгоняли довольно крупный шайф повстанцев, показывая преимущество регулярной армии над плохо вооруженным, но патриотичным ополчением. Большой войной, первой большой войной материалника Михаила Леоновича становится русско-турецкая война, начавшаяся в 1768 году. Начинает Турция такой интересный момент. Сейчас обычно забывают, что была экспансия России на юг, движение к Черному морю. Да, экспансия может и была. Но войну в Российской империи объявила Турция, уверенная, что у русских большой кризис. Ну, три подряд женщины на престоле. Понятно, что ничего хорошего не может. Да, значит, что... Сейчас на престоле сидят откровенно изурпату. Султану объяснили, что его не любят. Что ее там в России не любят. Что там все очень плохо. Вот султан решил, что самое время. Вот. Но изурпат оказался несколько другой. Русская армия после семилетней войны зашла на совершенно новый качественный уровень. И вот Мутузов оказывается в армии выдающегося русского полководца, одной из гениев военных 18 века, Петра Александра Чермянцева. Отличившегося в семилетие войны. Сына Петровского генерала Александра Ивановича Чермянцева. В чем прогресс? Ну, там есть с отцом. Потому что его отец, уже в этот момент инженер-генерал-майор, получает назначение командующим инженером военцами в армии Румянцева. И вот инженер-капитан Мутузов управляет туда служить месяцом. Ну, отец через город получает достаточно тяжелое ранение. И после этого уходит в соединенные службы. Он будет еще сенатором. Он будет служить под варианцией выбора. Но уже в строй не вернется. Там ранение такое, знаете, описание медицины 18 века жуткое. При любом кости, вышедшей наружу и не заживающей. То есть в Сочи он ведь с того времени не умеет. Михаил Ивановичу тоже придется познакомиться с военной медициной. Но пока он участвует в сражениях при Ряпон-могиле, при Ларге и при Кагуле. В сражении где 25-тысячная русская армия гранили примерно 50-тысячную турецкую армию, отражая, так сказать, крупную атаку крымских татар с тыла. Сражение было Румянцем выигранным 21-го дня 1970 года. И после него Михаил Иванович производится на майоры. А через некоторое время получает подкомандованный уже пехотный батальон. С этим батальоном он участвует в боях русско-турецкой войны. И 24 июля 1774 года, уже практически под занокоса войны, вместе со своими солдатами отражают посылку турецкого десанта в Крым. Напомню, Крым был занят войсками фельдмаршала Василия Михайловича Другорукова Крымского. Он, собственно, Крымским стал за эту операцию. И по условиям русско-турецкого договора Крым был объят в неправильной территории. Он выходил из подданства турецкого султана, но все-таки как бы пытались переиграть. Там выстрел в турецкий десант, а Кутузов с этим батальоном его отражал. В бой по кружавке Михайлович получил ранение в голову и выжил. Это было удивительно, потому что тогдашняя военная медицина умела очень хорошо импультировать конечности, это только не умели, пыталась уже делать операцию грудной полностью, но все остальное только в легче страдания и по малиции. Ну, Михайлович улюзло, хотя пуля ударил в голову, страшно изуродовал его лицом. Причем вот здесь тоже такой момент есть. Вот нам образ культуры хорошо знаком по советским фильмам, где Михайлович носит повязку на глазу. Вот повязку на глазу он никогда не носил, потому что глаз у него был цел, пуля крепила зрительный нерв. Он действительно этих глаз он еще не видел, но глаз у него был вполне, так сказать, живой и здоровый. Только он, так сказать, не сообщался с мусором. Солдаты учили раненого подполковника с поливоя и, так сказать, военные медики все-таки сумели спасти мужа. За этот подвиг Михаил Валерьевич был удостоен только что учрежденного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. Это была важная военная награда, введенная в 1769 году. И введена она была очень интересная, знала необычное положение в системе русских наград. Напомню, что орден в Российской империи это организация, в первую очередь, в которую государь причислял каких-то людей, которых хотел удостоить своим вниманием. Ты состоишь в одной корпорации с государем. И отсюда понятие кавалер, ордена, то есть крыльцев такого-то города. Орденовка в Российской империи, тут, наверное, было три. Высший Святого Андрея Робазматова, то есть там, чтобы получить, наверное, было бы минимум генерал-фрид-маршалу. Значит, Святого Александра Невского, он мог остаться даже не мировой лейтенант, при некоторой удаче. Святого Владимира должен хорошо быть не ниже, чем статский советник. То есть даже полцовнику орден, как правило, не светил. И вот так уже в семилетий войну русская команда не столкнулась с проблемой, чем награждать отличивших в боях офицеров. И вот тогда вот придумал специальный орден, который вручался только за заслуги на поле боя, и более ни за что. Ну, вот видите, критерий, так сказать, за что вручался, так сказать, этот орден, да. Тут можно... Такие типовые наборы правил, значит, подвигов. В общем, было одно единственное исключение. Значит, вначале, видите, вот, если я специалисту знакомый с 19-25 лет, там было такое примечание. Что иногда бывает, что офицер служит долго, участвует в кампании, но вот не случилось ему совершить подвиг, скажем, первым ворваться в неприятскую стену. Вот в ознаменовании такой службы он имеет право получить этот крест за 25 лет непрерывной военной службы участия в кампании. У моряков было 17 морских кампаний личной степени. При Николае I это отменили, но вот Михаил Леонидович получил свой первый орден. Награждение было последовательным, четыре класса, начиная с четверку и заканчивая первым. Ну, когда он учреждался, первые две степени уже сразу стали награждать отличившихся генералов, а вот Михаил Леонидович проходил все эти степени последовательно и был первым в русской армии человеком, который стал полным кавалером ордена Святого Георгия. То есть у него было все четыре степени. Первый он получил за Бородину. На четвертый вот этот бой, остальные там за другие победы, а вот первый он получит за Бородину и станет первым в русской истории офицером, который было все четыре степени ордена Святого Георгия. И вот еще один добавок про этот орден, что у него была интересная вещь. Обычно, когда человека производили в более высокую степень ордена, скажем так, из-за Владимира, знаки младшей степени не носились. Потому что, как бы, человек повышался в статус в русской организации, что он носит младшей степени, да? А вот оверсту Георгия нет. Носился не снимая в любых условиях все знаки, которые были получены. В 1700-18 году, излечившись от ран, наш герой женился, и его исправницей стала Екатерина Веникшина-Вибикова, значит, представительница старинного тверского, даже не дворянского, боярского рода, с которым он познакомился в Петербурге. И вот, по сути, этот слайд, он заказал первый свой портрет. Вот он. Здесь Михаил Леоныч изображен на нудиле полковника Луганского генерального полка, которого он возглавил после Потемчинской реформы армии. Это уже после родины. Да. Причем он на портрете изобразил себя целым. Потому что хотелось, чтобы портрет был такой. Запомните меня красивым, да. Значит, видите, вот на первом месте, конечно, орден Святого Георгия. Причем у него в чем полагались медали для участия в сражениях. Но вот здесь медали, ладно, можно не надеть, а вот орден сразу показывает, что человек храбрец. Вот. Надо отметить, что как раз в это время князь Потемчин проводит реформу армии и учреждает, как раз, в лицарной верхокомнице генерные полки, одним из которых командует Михаил Леонович Горинич Путунов. Командуем недолго, в течение двух лет, но это дал ему ценный опыт для командования кавалерийской частью. Напомню, что тогда армия состояла из нескольких родов войск, и роль мобильных сил играла кавалерия. И Михаил Леонович получил возможность самостоятельно командовать кавалерийской частью, то есть имел некий опыт потом на будущее. В 1784 году Михаил Леонович постигает тяжелого утрата, умирает там отец, Леонович Леонович, и он, так сказать, в честь памяти отца построил вот этот замечательный храм, который чудо-ноцелел, достает до сих пор, 9-й храм, который был выдвинут на дело его батюшки на Совской земле. Значит, ну вот так были подчиненные Михаил Леоновича дегенеры. Вот, а потом Михаил Леонович снова получает новое назначение, он получает задание сформировать гугский гигерский корпус. Кто такие гигеря? Напомню, основное оружие армии того времени – это дульнозарядное, вот, кастрольное ружье, стреляющее круглой свинцовой пулей, сдуло заряжающееся. Солдат тренировали стрелять как можно скорее, достигая максимальной скорострельности. Для этого, для увеличения скорострельности во всех европейских армиях, пуля всегда делалась чуть меньше, чем канал ствола. Для чего? Для того, чтобы устоить заезжание. Солдат не забивал пулу в ствол, а просто выплевывал ее туда, и она, по сравнению с аппарой. Заряжание ускоряло, точность стрельбы была никакой, потому что пуля, ударяясь из стенки, вылетала и давала на 100 метров разлет полметра в сторону, а то еще при сцеле нет. А чем это компенсировалось? Зауповым огнем. Когда сдаёт зауп 300 человек, какая-нибудь куда путь, куда отклонилась. Но уже в Семилетнюю войну генералы оценили, что хорошо бы иногда бывает стрелять метко. И для этой цели они подсмотрели у охотников, которые давно использовали нарезные ружья. Примерно вот такие. Вот у них был нарез. Пуля была цилиндр коническая. В ствол она отбивалась молотком. Значит, заезжался он сдуло. Но летела очень точно и чуть дальше. Вот такие части начинают формироваться в европейских армиях. Они действовали в пересеченной местности, в расцепном строю. Почему всю пехоту не переворужили? Низкая скорострельность. И геряне могли самостоятельно отбиться от кавалерии. Кавалерия, атакуя холодным оружием, проскакивала зону эффективного огня за считанные секунды. Пехота, вооруженным подкосвольным оружием желала дать два-три залпа, просто скосив первой шаренки, отбив охоту у остальных. И геряне успевали дать только один залп. Один залп конницу не останавливали. Доскаке были и убили. Поэтому там было много тактических похищрений. Герян давали пистолеты и действовали не всегда в парах. Один стреляет, второй переразаряжается. Но все равно все-таки полностью пехоту и геряне не сделали. Но вот такие войска в русской армии появились, и Кутузов командовал, распустит ядерский корпус. Именно с ним он выходит на вторую русскую войну, которая начинается в 1887 году, когда Турция, подслуживаемая Англией и Пруссией, пытается пересмотреть итоги Кучука-Наджинского мира. Ситуация для России была сложной, потому что одновременно с Турцией и северо-западной рубежи России таковала Швеция, шведы весь 18-й век как-то очень переживали за его поражение под Полтавой. Те, что в 17-й веке было требуется к шведской войне. Все три начали шведы. Жажда реванша. Как так? Нас погибли, надо было отомстить. Вот. И вот Кутузов во главе своего ядерского корпуса принимает участие в боях на юге России. Во время осады Очакова ядеря Кутузова нарываются на засаду, и Кутузов, получая хуру в голову, причем, опять-таки, даже в правую часть головы, во все то же свой несчастный невидящий глаз. Хирургам удается его спасти, и, как написал австрийский офицер, при русском раме, принц Далим, надо думать, что проведение сохраняя этого человека для чего-то необыкновенного, потому что он оставился от двух ран, каждый из которых смертельно. Тем не менее, Кутузов принимает участие во взятии Очакова, крупнейшего турецкого твердыня вне прокурсовом Лимане. А в 1790 году Кутузов, уже к тому моменту генерал-майор, принимает участие в осаде Измаил. Измаил, турецкая крепость Густья-Дуная, сильнейшая крепость по тем временам, очень хорошо укрепленная, вот вы видите ее профили, вот вы видите ее череду гастионов, опирающиеся на реку Подковой, более того, окруженная болотистой местностью, а это в те времена делало ее крайне неудобно для осады, потому что тогда классическим способом осад было подведение так называемой тихой осады, то есть системы траншей, в которой укрывали стрелков, минеров и артиллерию. Да, и как учил французский маршал Лобан, по большему ходу поменьше крови. Но, здесь болоти траншей не подкопали, штурки были очень уверены. К тому же, проблема была следующая. Русское командование и руководство хотели завершить войну. Турки не собирались понимать, что у России ситуация тяжелая. Нужен был сильный удар, который позволил бы им, так сказать, заставил их пойти на мирные переговоры. Тогда Потемкин посылает область моих Суворова с приказом крепость взять. Суворов, осматривая крепость, совещается с генералами, понимает, что осады он крепость не возьмет. Потому что, даже при наличии русской бумаги в флотиле, полностью блокировать город, стоящую на полной реке, невозможно. Отдельные турецкие кораблики прорываются внутрь. Ну, а каждый прорвавшийся баркер, там, 50 тонн в руке, это гарнизон упасит довольно надолго. То есть, избором взять крайне сложно. И Суворов принимает решение штурмовать. Это решение очень нестандартное, потому что тогдашняя тактика не предусматривает штурм крепостей. Больше того, военачальников предостерегают, что это неправильно, что так может положить лишь народу и ничего не добиться. Но у Суворова ситуация такая, что принимает вот это нестандартное решение. Одной из колонн атакующих из моря командует генерал-майор Кутунов. Как напишет потом на него Суворов, он шел у меня на левом фланге и был моей правой рукой. Да, Суворов решает вот это нестандартное решение, но флан был хорошо достаточно продуманным. Опять же, солдаты успели потренироваться на сделанных в тылу образцах турецких креплений. Во-вторых, было четкое распыление. Во главе штурмовой колонны шли ягеря. Они залегали под валом и брали под прицельный огонь верхушки валом, давая только высовываться. Под прикрытием этого огня бежали казаки и нестрелевые с машинами, которые заваливали рвы. Потом штурмовые колонны гренадиры шли по лестницам и корабли на палисаду. Продуманно было все, но турки отбивались отчаянно. Чистного превосходства у русских не было. То есть это была такая очень серьезная, равная игра и бой был ожесточенный. Вокруг Кутузова падали убитые и раненые. Его колонна сумела воропаться в город. На следующий день он будет писать здесь вожене, что я ходу по лагерю и не вижу никого из знакомых. Кто убит, кто ранен, кто пропал. Но как я сам уцелел, я вообще не знаю. То есть примерно так. За Измаилов, кстати, получает как раз второй свой ревлей в третьей степени. И становится одним из известных командующих русской армии. Взятие Измаила постепенно подвигает Турцию к переговорам, который, как вы помните, закончится в 1191 году подписанием Ясского мира. Что интересно, что одно из словом отличия, которым тогда могли наградить руководца, это было поощрить его супругу. И вот, скажем, Екатерина Вторая, чтобы, так сказать, наградить Кутузова, она делает его супругу статус дамы и принимает ее в число кавалеров, округленность Екатерина. Это единственный женский опыт российской империи. Ну, если у человека были дочери, могли быть дочь во Фрейлина, пожалуй. Тоже вот такая форма награды. И вот сейчас происходит в 18-м году. В 1792 году Кутузов, как раз после подписания Ясского мирного договора, на год становится послом России в Константиновке. Екатерина посылает его туда, как бы, чтобы урегулировать последние послевоенные аспекты. Значит, вот этого, после Ясского мирного договора. Ну, а мы нам заодно напомнили другом о своей силе. Вот вам послумие генерал, который взял из моих. Да, суббору вот недавно и суббору есть ремонт, а вот Кутузов, вот пожалуйста. Потом Кутузов возвращается в Петербург, и в 1794 году получает назначение на пост директора первого супопутного шляхистского кадетского корпуса, учебного заведения, которое располагалось в меньшем комборце, и готовило офицеров для русской армии. В отличие от специализированных корпусов, таких как инженерных и артиллерийских, у супопутного шляхистского кадетского корпуса была немножко другая история. Он был создан при АМ-1, и формально должен был готовить офицеров, как бы сейчас скажем, общевойскового профиля, то есть не специализирующихся на чем. В реальности с самого начала замыслы Кутузова был немного другим. Это была форма завлечь дворян для получения образования, потому что дворяне не представляли себя без службы, и поэтому и предлагался такой вот вариант. Вроде как это возможность сделать карьеру, парламенно дать детям образование. И поэтому корпус уделял большое внимание общеобразовательному наукам. Военное дело там было где-то на 10-м веке, там сооттеатр, там журнал издавался не один. То есть вот такое было интересное заведение, вот так вот и делал по кадетам. Ну вот, конец XVII века, армии нужны профессиональные офицеры, и Кутузов поставили туда, следовательно, чтобы как раз это сделать корпус более военным. И на первой же встрече он, значит, нагарошил кадет, потому что кадеты встретили его плачем, мы к нему выбрали любимого директора, которого я очень любим, и Кутузов обратился к нему с краткой речью, был, что мой предшественник, значит, видел в вас свежее всего детей, я вижу вас солдат. И, так сказать, перестроил образование в корпусе. Причем не врушался лично вести уроки, лично принимать экзамены, что тогда было, кстати, довольно интересным моментом, для того, чтобы поднять вообще престиж экзаменов, иногда были такие попытки повысить экстрацию. Игорь Михайлович Елизавета Петровна приказывал, чтобы сенаторы принимали экзамены в обществе уроки. Сенатор, оказывается, один из них писал ваше величество. Я могу пойти, конечно, экзамен посверкать орденами, но я военного дела, кроме строевой резерции, не знаю, поэтому, о чем я буду изменировать акцеллеристов. Дальше они мне там расскажут. Не пойму еще. Ну вот, тем не менее, Михаил Елизавета Петровна лично принимал. Главное, если что интересно, этот корпус окончили очень многие из тех, кто потом будет воевать под его командование в 1812 году. Вступивший на престол в 1796 году император Павел Петрович очень высоко оценивает Кутузова. Значит, надо видеть, что Кутузов как раз уже в Петербурге завязал очень тесное отношение с последним фаворитом, Материным Платоном Кузнуковым. И в Петербурге рассказывали даже такую легенду о кофейнике Кутузова, как Кутузов, уже заслуженный боевой генерал, лично варит кофе и угощает его фаворита императрицы, чтобы войти с ним в хорошие отношения. Да, Михаил Олеонович считал, что его место должно быть здесь при дворе, использовал самые разные средства для того, чтобы там закрепить город. На Павле он произвел впечатление на военных маневрах. Тоже такая им известная ситуация. Павел в них лично принял участие. Во главе с которым Мусар ворвался на позиции Кутузову. Практически прорвался в гостах. Ну все, Михаил Олеонович, вам, так сказать, конец. Тот поднял руку, за кустов высыпали егеря, взявшие Павла и Мусар на лицах. Павел понял, что он проиграл. Нет, с таким генералом можно улучшаться за спокойствие этой империи. При Павле Кутузов командовал войсками фирляндской инспекции, ну, переводя на современную язык, войсками северо-западного военного округа. И был военным губернатором Санкт-Петербурга. Интересно, что в последнюю свою ночь, перед убийством 11 марта 1601 года, Павел провел, в последний ужин перед этой ночью, он провел, получается, вместе с Кутингом. Ну, покинул Михаиловский замок, он не был увлечен в заговор официально, буквально за несколько часов до убийства государя. Император Александр Павлович как-то вот не очень оценил по началу Кутузова, и на два года отправил его, так сказать, как пишут, в опалу. Ну, по написанию опалу, он просто два года не дал ему значения. Ну, потом про Кутузов вспомнили, потому что... Жила в зеркале. В Петербурге лежит. А, да. Ну, как, от постов отстранен, да, так сказать, там, не нужно. Должности не дают, не начальник. Вот, живи у себя во дворце, может, с общим уехать. Вот. Значит... В 1804 году Кутузов возвращается в армию, и получает назначение командовать русской армией, направленной для действий против Наполеона. Я напомню, что с 1804 года Россия находится в конфликте с Наполеонской Францией. Это было связано с делом убийства Георгого Геенского, с обменом нотами. Но логика, по которой Георгий Александр Павлович ввязывался в этот конфликт, она была логичной. Следующий. Александр, узнав потом, что из себя представляет Наполеон, понял, что останавливать его надо, в общем, потому что он сам остановится, пока не дойдет до последних пределов мира, и лучше его останавливали где-то в Европе, чем, сказать, под Москвой. В Москву и тоже пришлось, но попытались хотя бы там. И вот в этом, в 105 году, в австрийской обеи участвует, объявляет военную плену, Россия направляет досоюзную армию, небольшую, которая как раз командует генерал-поручик, то есть генерал-лейтенант на наши деньги, Михаил Дарьонович Гранищев-Кутузов. Кутузов сразу оказывается в сложном положении. Дело в том, что австрийцы соотачивают свою армию у крепости Уль, на границе между Баварией и Антусом-Тевитой, вот здесь. Кутузов должен присоединиться. Там должна быть такая большая русско-австрийская армия, там должна дать Бонапарт Уль. Бонапарт не стал ожидать, пока эта армия будет сосредоточена, он внезапно атаковал Уль и, так сказать, принудил генералу Мака, австрийского командовавшего этой армией капитуляцией. И армия Мака была, так сказать, пленена. Само Мака, например, он чуть любил. Скажи, какой я великийся. Австрийцы были в шоке, они потеряли большую боеспособную часть армии. Другие боеспособные части армии были в Италии, то есть так быстро не перебросы. Например, в 19-й век войска передают Слежковым, по скорости 5-9 в час, в день, по тому марш. А там в сложенном положении оказалось, что Кутузов, который шел за соединение с Маком, не дошел, и теперь оказался 45 тысячами против примерно 200 тысяч армии Наполеона. И Кутузов начинает отступать. И это очень интересный момент, потому что Кутузов отходит буквально преследуемый Наполеоном. Наполеон знает об этой части русской армии. И вот здесь впервые Кутузов и Наполеон сталкиваются лицом к лицу. И есть интересный момент, что они являлись выражителями двух совершенно разных военно-стратегических доктрин, спор, о которых шел в Европе 18-го века. Первая доктрина называлась доктрина «Согрушение». Она была простой и понятной. Чтобы разбить неприятеля и выиграть войну, надо взять в армию и сокрушить ее в решительном сражении. Если у неприятеля не над армией, война выиграна. Вторые генералы, вторая доктрина говорила, доктрина «Змора». Она сказала следующее, что вот, ну хорошо, пойдем в неприятеля в сражение, сокрушим его, а если у нас сражение-то такое обоюдоопасное вещь. Поэтому лучше нет, сражения надо избегать. Лучше умелыми маневрами вымотать неприятеля, поставить в максимально неудобное положение, и вот тайна уже может дать сражение, а если и не дать, то вообще, в идеале, вообще его заставить уйти и принадлежать мир без больших боев. Отсюда вот это выражение, которое потом войдет в русский язык, с мусором, да? Война и лунда – главная маневра. Это отголосок старо-итарского XVIII века. Она была задача переманеврировать противника, поставить его в максимально неудобную сторону. Наполеон был отчаянным сторонником скратегии с окружениями. Он был великолепным тактиком, как был Электрон, на поле боевой шляпы стоило 50 тысяч человек, и поэтому он все время стремился дать открытый бой. Кутузов понимал, что он, Наполеон, был открытый в бою не очень соперник, и поэтому он старался в бою избегать. И в данном случае у Кутузова выбора не было, у него в три раза меньше войск, и он начинает отступать. Причем наступал Кутузов довольно глубастенький. Когда Наполеон переправляет через берег Дунай и бросает в последний корпус маршал Муртье, Кутузов, убедившись, что ближайших переправ нет, что Муртье фактически отрезан от Наполеона, неожиданно разворачивается, дает в бой. Муртье этого не ожидало, был разбит. То есть Ангелович в Муртье Кутузов спокойно отходит, у нас Брно, у нас и не с главными силами русской армии. Он знает, что мостов на Дунае нет. Единственные мосты есть в Вене, и они контролируются австрийцами. Вену австрийцы сдали, но мосты заминированы, там стоят австрийские часовые, которые должны в случае покупки переправы в Арбате. Чего бы Кутузов ни знало, это то, что французы сумели захватить мосты. Там совершенно некая история, прекрасно написано в Войне Имеи, там три французских маршала, подходят к австрийскому офицеру, конечно, в мосты, говорят, ну, знаешь, между нашими генералами и императорами уже мир заключат, мы тут пришли просто гулять, там уже всё, война кончилась, пока шарец австрийский лейтенал, тут три маршала в парадной форме, так сказать, думал, что сообразить, отсюда стремительно бросились на мосты, успели их захватить. Наполеон переправляет свою армию и бросает её в преследование. Значит, она на Кутузов. Кутузов понимает, что он не успеет уйти, что его отрезают. И тогда он выделяет из своей армии обрядку командовым герал-майором Петра Килановичем Багратиона, говорит, что хочешь делай, но сутки не выиграй. И под шагом Багратионом, значит, Багратион даёт бой. При этом он сначала пытается точно так же, как французы запутать в масле Беррата, он предъявляет, что, знаешь, уже запрещено перемирие, поэтому давай его воевать пока не будем. Пока Беррат свойства с Наполеоном, пока Наполеон говорит, ты кретин, ты кого слушаешь, так сказать, со торпой, проходит время, а бой по Шнеграбионом край тяжелый, Багратион его поддерживает, в чём проявляется его мастерство. Он не только на сутки доезжал француз, он удается ещё уйти с остатками своего отряда. После этого уже держатель будет писать про него стихи, как Багратион. Да? Расшифровый упоминник. Так вот тут он благополучно прорывается и соединяется под конкурном с главными силами русской австрийской армии, которые туда приводят лично два императора, Александр I и Франц II, австрийский. Да, поэтому последующий статья «Битва под австралийцем» получит название «Битвы трёх императоров». Итак, русские и австрийцы свертачивают у Мюнца, а французы концентрируются у Бурно и начинают постепенно двигаться наследие друг к другу, чтобы сойтись в маленькую местечку австралийцев. Кутузов, совершивший вот этот блестящий манёвр, назначается императором Александром I, главнокомандующим русской армией. И дальше между ними происходит негласный диалог. Император Александр говорит, что надо бы атаковать, побить Бонапарта. Ведь у него осталось только семьдесят тысяч, а у нас тут вместе девяносто, австрийцы. Ну-ка, дай это. Побьём супостаток. Кутузов говорит, что это может не надо, ваше величество. Может подождём, Бонапарк в окружении враждебной земли, зима приближается, коммуникация его растянута на пределах. Может подождём? Говорит, Михалыч, а чего ждать-то? Нас больше. Вы прекрасных лоководцев только что-то доказали. Чего ждать-то? Смотрите, сам царь впервые приехал к армии, со временами пироги. А русскую армию в 18 лет никто не бил на поле боя. Ну вот, чего мы ждём-то? Здесь Кутузова не хватило воли отговорить император, а вы этим видели, были уже какие-то рациональные аргументы. В результате русско-австрийская команда не принимает, так сказать, решение на сражение. Надо сказать, что местность Австралийца крайне пересечённая. Это самое пересечённое место из всех сражений Австралийцев в поле. Вот эту фотографию я сделала с працанских высот. Вот только працанс, внизу. Видите, что там довольно заметный перепад высоты. То есть вот вы смотрят, мы видим вот далеко внизу. Працанские высоты, сейчас, знаете, да? Попробуем здесь найти их. Вот они. Это ключ к позиции. И замысел русского командования был следующий. Мы формируем мощную фланговую колонбу, которая с левого фланга обходит Наполеона, и вот так вот, окружая его гранит. Кутузов на военном совете, по традиции, слегка вздалил ему, и заражать больше этого плана не стал. В результате русские и австрийские войска местными колоннами начинают это наступление. Кутузов сам понимал значение працанских высот и уходить с них не хотел. Сохранился такой замечательный диалог, когда Александр приезжает на поле боя, вот все уже, полки построены. Михаил Владимирович, что не начинается-то, Ваше Величество? Я жду, когда все соберутся. Михаил Владимирович, ну мы же не нацариться на лугу вместо парадов в Тербурге, где не начинают парады, пока все батальоны не собрались. От того, Ваше Величество, я не начинаю, что мы не нацариться на лугу. Но, впрочем, если прикажете, и вот слава маниму руки на французов двинуло на полки. Русские пошли в атаку. А наше случилось следующее. Француз Тимашу Далу, около 1-го армейского корпуса, сумел их остановить. А Наполеон атаковал в Рацинские высоты занятых. Выбить их оттуда, французов, не удалось. Пытались несколько, значит, разместив там батарею, Наполеон начинает во фланг обстреливать вот эти колонные росты. Причем батарея это не восемь народов. Батарея этой эпохи это соединение нескольких артиллерийских частей, и французов начали до 50 пушек. То есть, русские оказываются под сильнейшим фланговым обстрелом и фланговым ударом. Колонны начинают медно оползать, но развернуться-то им сложно, поэтому это отступление переходит постепенно в бегство. Русские австрийские войска отступают с поля боя, неся тяжелейшие потери. Французы празднуют победу. Вот император Наполеон, так сказать, видит, как он приносит трофеями русские и австрийские знамена. Там было много отмаженного, но, так сказать, это сражение русские и австрийцы проиграли. В Париже до сих пор есть бульвар-аустралийцы. Надо сказать, что это поважение не сильно сказалось на крае Французова, отчасти потому, что в России всю вину до него свалили на австрийцев. Ну, стоили, предали, сволочи, что-то не так сделали, почему они виноваты. У нас вроде как все хорошо, не обречу, что наш царь и наш лучший генерал как-то не так повоевали. Поэтому Футузов получает назначение военно-губернатором Киева. Три в 18 веке. Значит, как вы помните, в 1807 году с Наполеоном встречается «Цельсийский мир», после проигранной кампании за Бруссию, когда он, по-моему, выходит на границу России. А Футузов, губернатор, стоит здесь, причем ему здесь скучно. Он пишет «Жене, я так понимаю, почему здесь так много людей уходит в монастырь?» Потому что не бывает, что что в монастыре, а что не в монастыре, разницы особой нет. Но очень быстро Киев и Киевская инспекция становятся тыловым местом. Почему? Потому что в 1806 году начинается русско-турецкая война, очередная. Турки, вдохновленные поражением русских сражениями, решили, что самое время взять реванш. Вдобавок наши православные славянские и тот славянские братья поднимают очередную заставленную Балкану и начинается война. Русско-турецкая война 1616-1612 годов очень мало известна в литературе. И для России война идет с таким очень тесным моментом. С одной стороны, на поле боя русские войска одерживают победу. Турки теряют серьезные поражения, но проблема в чем? Император Александр Первый и военные руководства Российской Федерации крайне извинцованы, чтобы войну скорее закончили. Потому что все понимают, что Терезинский мир с Бонапартом – это не мир, это перемирие. Александр Первый так и писал в своей любимой встрече Катерине Павловичу. Все меня ругают за этот мир, а что я буду сделать? Наполеона границкой империи, армия разбита. Мне нужно время, чтобы привести ее в порядок. Это все понимают. И поэтому война с Турками совершенно не нужна. Турки тоже это понимают. Поэтому, хотя их бьют, они на мирный переговор не идут. Здесь многие повоевали. Здесь закончилась карьера, буквально умер в рядах русской армии. Замечательный предмаршал князь Александр Позоровский, герой 7-летней войны, герой присоединения Крыма. Умер фактически среди военных шатров, замечательный руководец. Здесь воевал Багратион, командовая армия. И, наконец, в 1809 году государство назначает судаку Тузова. Задача Михаила Леоныча сделать с этими озера ничего уходным. Только судаку, но не мир. Турки, подчеркиваю, терпят поражения на поле боя, но на мир не идут. Причем сражения начинают избегать. Они собирают другую армию, маневрируют, но в бой не вступают. Потому что, ну вот, а зачем? Они видят, как Великая Армия направленно концентрирует эту западную границу России, и понимают, что вот скоро русским станет не до нас. Поэтому Кутузов принимает очень интересное такое решение. Он показывает очень высокий класс. Сначала его армия проводит ряд минусных боев, а потом фактически имитирует поражения. Кутузов отступает собственный лагерь, затворяется там. Посты на Лазучке распространяют случай, что у русских лагерь голод, что они обраничены. И другие решаются на спасти. Хочется взять реванш, красивым драмом закончить войну. И так и происходит сражение под Русчуком, в котором выясняют, что Лазучке это вообще правильно. Из-за вносятся точно турецкая армия оказывается разбитой. Значит, Великий Визирь отступает. Сам укрепляется в лагере. И Кутузов принимает следующую атаку, окружает лагерь турок и уничтожает всю армию везде, число 35 тысяч человек. То есть это вот совершенно замечательное сражение при Слободзе, которое заканчивает Русчукскую кампанию. Турция лишается полевой армии. А после этого Михаил Баренович приглашает Турция за стол переговоров. И, может сказать, из-за поражения Слободзе Турция получает уровень Святого Георгия второй степени. И теперь начинаются переговоры. Начинаются они в Бухаресте, тогда столице Малахин, выше столице Урмынии. И они идут, опять-таки, ни шапка, ни балка. Турки разбиты. Да, условия миру предлагают более неинтерпимые. Но армия Наполеона уже стоит на границах России. И турки еще недельку-другую. Там, глядишь, может придется ее подписывать. Кутузов мастерски использует даже такой интересный момент. Весной 1812 года Наполеон посылает маркизу Рустону, он, гипломатом, бывшего посла в России, и дрампу Александр Гернусу Тимаху. Кутузов использует эту новость, которую вы видите. Вот видишь, у тебя же там война. Вы не понимаете значение новости. Мой государь с Аполеоном – большие друзья. Вот видите, Бакеркова? Я не целуюсь на цивилизийском платое. А была такая Бакеркова, когда Аполеоном снимается Александром. Маркиз сказал Рустон, дух жил в России. Мой личный дух. Его хорошо знали. Сейчас они быстро урегулируют все отношения. А тут они войска собирают. Вы понимаете, против кого они его собирают. Я сейчас вместе против вас пойду. Турки подумали, подумали, и 16 мая подписали в Бакерийский мир. Наполеон был ярко. Сказал, что я всегда знал, что Турки – они не очень умные люди, но теперь я рядом убедился окончательно. Александр Гутузов освобождает для России сконцентрированную Дунайскую армию. Дунайскую армию. Которая начинает медленно-медленно ползти на север. Ну, медленно, потому что как? Опять там сейчас солдат идёт. Ну, так и идёт. Вот. Она успеет, в понедельный развода, не только к шапочному разговору, она, под названием Четвертый Западный, примет участие в боях с отступающим Наполеоном. Вот именно Чичаков, когда он считает, будет замыкать клещи на руке резины. А пока Михаил Варионович возвращается в Петербург, где государь… Территориальные изменения, я считаю, даже в какую-то участие их там прибавили, как раз территорию Молдавии, собственно. И, значит, император Александр «Благодарность» производит, так сказать, жалобу Тузову титул светлейшего князя Смоленского, который возводит его в княжеской Российской империи достоинства. Итак, вот, кстати, интересная картинка, происходящая войну 12-го года. Был такой советский художник Герасимов, ему не давали покоя, значит, лавры Василия Врещагина, но он тоже это сделал в серию картин, посвященную в 12-м году. В отличие от Врещагина, поедный фундамент не понимал ничего, и поэтому у него Михаил Ленович Кутузов с некоторым удивлением смотрит на свой солдат с синих мундивных с белыми мацканами и думает, «Кому это? Я заехал!» «Куда тебе попал?» Такой момент, на немецкий, ребята, смешной технологии. Итак, на границе России на полеон концентрируют армия, 8 армейских кутузов и общая численность 450 тысяч человек. Впрочем делся отличные три русские западные армии, первая, вторая и третья западные, под командованием генералов Парклая Анатолия Патрио Ивановича Багратиона и Алексея Петровича Тормацова. Общая численность около 250 тысяч, больше Россия советочить не может. Почему? Потому что Дунайская армия еще медленно топает с Дуная, а у нас есть еще один активный фронт, во время это еще русско-персидская война. Там генерал-патрио Лексов совершает замечательные подвиги, сражаясь, так сказать, с Закавказией, с Персидом. Теперь скажем два слова о том, как планировалась война 19-го года в русской армии. Русские генералы понимали, что воевать с Наполеоном придется, и понимали, что на поле боя Наполеона не дать. Уж больно хорошая тактика. Что хочешь делать, а с военным гением споить сложно. Ну, естественно, за всю свою военную карьеру он потерпел только два поражения. Один раз с ним в ничью сыграл русский генерал Кликсен под правительством. Ну и то, повезло. Поэтому на военную удачу не рассчитывали, а рассчитывали как победить. Изучали иностранный опыт. Вот английский генерал Уорф Релингтон получил приказ социального правительства бронить аппаратитов в Португалии. Войств им при этом дали мало. Португальская войска тоже была не ошибка большая. Что Релингтон сделала? Предстояли мы два французских маршала с большими войсками. Он вокруг португальской столицы Лиссабона построил крепость. Большие баллы с башнями. И туда он увел всю Португалью. Всех жителей. Всех. Угнали стада, увезли запасы. И все затворилось за этими креплениями. Французы радостно пошли через всю страну. Продолжали платье. Оставили эти крепости и исполнились. Во-первых, есть нечего. Штурмовать крепости французы не любили, по большому счету не умели. Англичане и португальцы получали снабжение моря, гаванами у них в руках. Постояли французы два месяца и бесславно удалились к себе в Испанию. У нас этот опыт улучшили. Еще в восемьсот десятом году военный министр, пират Анфантей и Михаил Батланов, Пархалай Де Торли, предлагает государю-императору, называемый скифский план. Если, как говорится, мы будем отступать, уничтожая дороги, запасы. А к тому момент, когда коммуникации с Донапартом растянутся, он потеряет большую часть сил на них, вот тогда мы, может быть, отдадим ему сражение. Император Александру этот план подравится, он отложил, но не утвердил. План вообще распределировался с чем-либо более пятьдесяти штук. Не все были оборонительны. Он нам просто сказал, что ждать, давайте на Варшаву ударим, и если чего-то, там, так сказать, поделимся, а не здесь. На самом деле, здесь был момент не только военный, но и политический, и даже моральный. Дело в том, что русская армия весь восемнадцатый век неразу напускала неприятеля на территорию России. Каб-12 под Полтаву был последний, в 709 век. После этого воевали много, не всегда малой кровью, но почти всегда на чужой территории. Никогда на этот пост городец Российской Берии не переходил. А тут становится сам понапарк. А тут план отступать, оставляя эту территорию. Как-то не вязалось с представлениями о честь. Помните, у Лерна Круга, мы долго молча отступали. Досадно было. Боришь так. Ворчали старики. Вот эти солдаты ворчали, то господа, в церковь, сказали более откровенно. Тем не менее, пока Барклай был ставшим по рангу вот этой троиц генералов на западной границе, то он фактически, не имея на то согласие императора, начинает реализацию своего плана. После вторжения французов русские войска начинают отступать. Не буду уходить в подробности, скажу, что там было ряд очень интересных успехов. Была совершенно блестящая осуществленная операция с тайной постройкой Бабрусской крепости, которая позволила армию Багратиона оторваться от французов в синице в Барклайне. До сих пор в центре Бабруска стоят камеры форты, построенные замечательным аэропортом инженером с первым карманом. Значит, но в последних под Смоленском обе армии вынуждены от него отступить. А после Смоленска следующий пункт позади Носкова. И в армию уже идёт покровенный ролл. Брат государя Великой Князь Константин Павлович вообще впал в состояние полупаники. Барклайд вышел из армии в армию императора. Государев всё правильно но тем не менее Багратион во всех письмах пишет что Барклайд изменник сволочь немецкая подаёт Россию. Между собой командующие порой ругались приходя на аргументы что ты немец что ты понимаешь в России подобно грузинских царей а тебе кто сказал что ты русский. Да, то есть вот на самом деле просто в оборах сильного неравления и здесь государь принимает решение назначить нового командующего. им становится Михаил Балионович веленищик Кутузов. Надо отметить обычно Кутузов назначили место парклая нет он назначил нам парклая парклай как командовал первой западной армией так и командовал Кутузов назначил главнокомандующим всеми армиями действующими против наполета то есть он на ранг выше Багратион парклай подступает его подчинение кстати он был не построен он написал такую горячую кавказскую оптимово стручную типа хороший гусь названный князь был вождем теперь у нас пойдут парклая в последние три но под царёв займищик Кутузов прибывает к армии 17 августа 1612 года сейчас там стоит какой-то памятник на обочине по шоссе и приказывает армию отступать хотя под царёв займищик на неплохая позиция Багратион как раз думал там дать сражение Кутузов понимает этот план Багратион она в плане укладывается в его идею стратегии но отступив с армией в армии приходы оценившие состояния будут в поле нет костну армия без боя не сдаст просто потому что в армии есть моральный предел сдать древнюю столицу отечества без сражения армия не выйдет это будет моральная катастрофа начнутся нитяжения поэкновения и прочее надо сражаться и вот нашли большое поле да вот вот сражение откроется сразу значит Кутузов выбирает позицию начальник полковник Толь на которую можно развернуть обе западной армии подошедшие к ним подкрепление резервной корпус генерального радовича кстати отметим стратегия парклайс работала помните у границы было 450 тысяч французов 220 тысяч русских только бородино 120 тысяч русских и 115 тысяч французов силы уравнялись наполеон вынужден отрядить часть войск для северо-запада часть войск на юго-запад кто-то охраняет аромную коммуникацию кто-то отстал кто-то поднимет боя и армия готовится к бою позиция по музыке на инженерном плане сооружается несколько укреплений укрепляет 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 село Семеновское было укреплено вот перед боем армию обносит и помни смоленской божьей мать это интересный момент кто-то показывает еще один смысл назначения смотрите Барклай русский генерал его дед еще служил Российской империи он не наземен доехавших на Новый Город удерживал русское подлинство и он всю свою жизнь 25 лет провел в войсках пройдя путем праворщик не на Укроте Барклай знает что такое для русского народ смоленская икона поэтому приказал ее смоленскому эвакуировать и поставил специальный батальон ее охранять но Барклай не теряет все-таки да для него это понятно чтимая святыня но и на колени перед иконом он не станет в Туранске а солдату все-таки важно было перед решающим сражением увидеть, что его командующий верует в то, что и он в Туранске в Туранске много разных фиктуальных увлечений молодости с масонами путался и книжки надумные читал но все-таки он был просто православный человек у которого предки служили в Руси еще с 13 века поэтому приклонил колено перед иконом вместе со всей армией и армия дала Бурадинское сражение в Гурадинское сражение и потом само Гурадинское сражение Наполеон попытался разгромить русскую армию он сумел сосредоточить на своем правом фланге подавляющие силы против второй захватной армии Багратиона но владельцы называют сказано что она камень французов не хватило сил русскую армию уничтожить да они смогли сбить ее с позиций русские потеряли в итоге боя и Бурадина Багарею и силу Семеновска поэтому когда Кутутов писал неприятно расхожу на всех пунктов он несколько наполеон сберег резерв он не бросил бой 15-ю бригада на масло но Наполеон не смог русскую армию разбить и это в сражениях с Амплёонов было очень много армия повеяла в себя после этого армия продолжает отступление к Москве потому что остановить французов не удалось но это уже другая и была еще одна важная вещь полевые сражения одной эпохи носили колоссальный ущерб всем войскам в родину кстати до сих пор это самое крупополитное моментное сражение в истории ну вот просто для примера значит в годы Великой Отечественной войны на Бородинском поле тошли бои с советской стороны сражалась 32-я персоналенов 3-го дивизия полковных была Сухина с немецкой стороны сступал 48-й танковый корпус дивизия корпус значит я обладал все время инструкцию русанов военное училище на Бородинском поле и просила командира а вот сейчас сколько там войсков должно было бы занять чем-то ну батальон от силы да тогда там со стороны русских две общего войсковые армии в современном языке сто тысяч сто двадцать тысяч человек со стороны французов восемь армейских корпусов то есть колоссальная концентрация людей когда Лермонтов пишет залпы тысячи орудий слились в протяжный бой это не разное преувеличение чтобы прийти немножко русских пятьсот восемь армейских французов то есть это действительно тысяча орудий это действительно колоссальное побоище потей огромные но хуже всего для французов и для русских отчасти тоже были потеи в лошадях потому что людей ну можно перекомпономать можно свести батальоны в рот и так далее а вот восстановить потеи конского состава французы не могли и конных заводов во Франции русским было проще воинопарутинского лагеря было в сумме остановить чистость кавалерии кавалерия это маневренный резерв это разведка это барабанная коммуникация французы кавалерию потеряли да она взяла вот ее воевскую оттуда взяли и конные атаки эпичная совершенно вещь но здесь она и осталась и дальше армия отходит и вот уже окраины Москвы генералы собираются и что делать с датей Москвы как-то рука не поднимается с другой стороны позиции под Москвой нет негде разорвнуть армию чтобы принять нормальный бой и генералы сидят решают ну и так нельзя и так нельзя пока наконец Кутунов услышал всех власть преданной мне государь погибает отступление далее потом напишут слова что с потерей армии будет потеряна Москва и Россия с потерей Москвы не будет потеряна Россия армия оставляет Москву Москву покидают жители Москва подожжена так сказать по распоряжению главнокомандующего Москвой графа Растопчина она готовила пожар с упоршенной говорящей ложь вот такой типичный образ Гутузова орденской ленты святого Георгия первой степени производства фельдмаршала высшего фуражка которую он носил в походе места уставной шляпы Гутузов отводит армию но не на восток а на юг на юго-запад так заходя во фланг коммуникационные линии фронтунии и отдача в юг силу Наполеон уверен что он выиграл кампанию он взял древнюю столицу русской все победа пусть пришлют делегацию бояров отпишут нет Кутузов не пишет вот император Александр в мирные переговоры не отступать долгий момент колебания прошел не сказал император Александр торговаться не поделал Наполеон посылает все того же маркиза Лорестона к Кутузову так сказать в Тарупцину беседовать Кутузов шла дипломатично ему беседовать конечно побеседуем тут у меня никакой полнообучий нет мне их предупредел выгодно все запрещено с вами разговаривать ну ладно побеседуем три дня побеседуем на третий день в палату к Кутузову прошла группа генералов-офицеровского Михаила Лореновича он вообще запрещал вести приговор за что он как-нибудь здесь пишешь нельзя иди пикет Наполеон вынужден начать отступления в Москву перед этим русских потрепали его вангард в сражении под Тарупцину и она наполеона вступает он решает направиться тоже на юго-запад и Кутузов переграждает ему дорогу под Малый Ярославцы сражение которое начинается с столкновением двух корпусов четвертого главного корпуса русских постепенно подтягиваются главные силы наполеон ворог одиннадцать раз приходит в руки плечи русские оставляют военные и на ее за его на следующий день Наполеон видит русскую армию готовую к решению сражения и впервые он не решается на сражение он разворачивается и уходит обратно с смарианской дорогой после чего в гробе сяков указ на русский императус Малый Ярославец предел нападения начало бегства и отступления врага войска наполеона начинают отступать начинается русская земна французы от нее жестоко страдают русские тоже но они хотя бы знали чего ожидать да потому что ну как бы у нас зиму проходили а французы многие казались впервые ну вот значит а вот скажем по моему ярославцам это Черноострожский монастырь один из эпицентров боя интересно что там вороты были сечены картечным огнем но спасав лик который висел над воротами а видите картечные облетели в сторону император Николай I хотел сохранить это вот в таком виде и это сохраняется до сих пор следы французской картечной напротив кстати памятный знак французскому генералу Дальзону погибшему на этой площади командир 14 приходной дивизии Гарнии итак французы отступают армия Кутузова начинает их преследовать и в целом ряде боев грани французской армии русские пытаются зажать наполеона в мешок в Березине с севера подходит усиленная армейская группа Леттенштейна с юга подходит армия Чичардова с востока преследует наполеона кутузов наполеону удается проскочить он вытаскивает гвардию он вытаскивает часть наиболее боеспособных солдат и офицеров зашло около 20 тысяч более 40 тысяч попадают в хрустный плен окруженный Березиной слово Березина по французскому языке означает то, что для немцев Сталинград крайняя неудача поражение название западно-русской реки у них запечатлелось А какая ситуация этих попавших в лет тысяч ну тех, кто не помер с голоду и холоду сразу потом окружили в России потом возвращались в России их называют шаромышники там же ходили шарами шарами да это что-нибудь шаромышники наверное было довольно много вот вот это к поражению Наполеона да французские историки до сих пор считают что Наполеон выиграл все сражения которые дал в России ну как послушал вроде выиграл но Ярославец турновал вроде занял по орденуальному Кутузова бросил ну отбросил под Березиной прорвался ну да прорвался сражение выиграл войну проиграл это было чистое торжество вот этой стратегии Кутузова на стратегии соглашения Наполеона Кутузова переиграл его стратегически и доказал что выиграть сражение не значит выиграть войну итак значит Панапаров подбежал России и 7 декабря 1112 года Кутузов направляет императорское величество Александру Первому раба об изгнании последнего неприятеля из пределов России император Александр Первый сдает по этому поводу манипес в котором он отмечает заслуги Кутузова и русского войска и говорит что то что они сотворили это превыкшие силы человечества и мы видим в этом промысел Божий тогда он принимает решение построив через эту победу храм Христа Спасителя Москвы очень интересная медаль из кампании с 1912 года обычно такой медаль положено было чеканить профиль государя и написать вы победили что мы запомнили что здесь мы видим символы Хитильича Волков в 1912 год и строкует псалма Давидова не нам не нам но имени Господи Дайслава да то есть эта медаль напоминала о надо отметить что поражение Наполеона в России разом изменило ситуацию при европе европейский народ будет решаться Бонапарта может им пить и уже в конце 12-го года прусская армия переходит на сторону России Пруссия разрывает союз Наполеона Германия начинается восстание и русские полки начинают двигаться дальше на запад Кутузов продолжает вставаться командующим армией но его здоровье конечно сильно подорвано ему все таки 67 лет он и тяготы зимней кампании для него были тяжелые восточном русском городке Пуцлау и нашел пощущего себя очень плохо и здесь 16 апреля 1813 года поставленный дата он скончался в окружении своих офицеров в окружении своей армии он прям был главнокомандующим он был главнокомандующим причем больше не только русской русской армии может пусатели родились в окружении на этом месте был поставлен памятник значит и что интересно этот памятник стоял здесь не смотря на обе мировые войны двадцатого века и вот сохранился до настоящего времени сверху что-ли было как будто укроп нет нет это такой сим разрушенная колонна вот еще такой обелиск на стороной площади вот Путузова похоронили в Санкт-Петербурге в Казанском соборе при огромном стечении народа значит при высшем убойственных почтями у тела был доставлен на Петербург вот там на заднем плане видите это Исаакиевский собор он так подорудил его еще не начали перестраивать гляделом в Казанском вот видите у самого Казанского собора толпа люди распрягли лошадейский катаклал и сами стреляли с него Путузов будет похоронен в Казанском собой а впоследствии при Николае I на двух пределах Казанского собора будут поставлены в памятнике двух русских полководцев как скажут Пушкин вот здесь зачинать в Варклай вот здесь завершитель Кутузов тем кто привел русские войска в Париж напомним Варклай Толли получил свой фельдмаршал с Тжезом именно за взятие Парижа вот такова у нас судьба Михаила Леоновича Тузова генерала аристократа человек очень широких взглядов очень широкой образованности военного профессионала высшей пробы который сочетал в себе умение служить отечеству чувству собственного достоинства укрепленную приборную область вот и который оказал отечеству немалые услуги ну на этом наверное я хотел бы закончить рассказ я к сожалению вынужден сейчас убежать минуты коротку у меня еще минуты 4 чтобы открыть вопросы спасибо спасибо большое спасибо